В Актюбинском заводе феросплава филиала АОТНК «Казхром» в плавильном цехе номер 2 вовсю кипит работа. Вот, к примеру, дозировочный аппарат в автоматическом режиме под обязательным присмотром рабочего набирает шихту для дальнейшей обработки. После чего бригадир полностью снимает шихтовый материал и опускает в него электроды, благодаря которым происходит плавка, и в результате чего в печи образуется в нижнем слое металл, верхнем шлак. Я наблюдаю за нагрузкой. Вот определенная нагрузка, 6 мегаватт у меня сейчас стоит, печка работает ровно. Если печь начинает шлаковать, нужно убирать с автомата и поднимать электроды вверх. Если сильно шлакует, даже отключается печь временно. Потому что, когда печь шлакует, она зашлаковывает борта, электроды. Бывает, замыкает между электродами. Надо постоянно за этим следить. После обработки в печи полученную массу из шлака и металла необходимо отделить друг от друга. Для этого при помощи мостового крана сплав поднимают и выворачивают на шлаковоз. Остаточный чистый металл разливают. Моя работа заключается в том, чтобы после того, как разлитый по батонам металл подсохнет и примет форму плиты, разложить его при помощи клещей в такие вот специальные емкости и отправить в холодный пролет. На этом этапе обработки плавильщику стоит быть еще более внимательным и осторожным, ведь температура полученного металла достигает 900 градусов. Перед завершением продукт должен остыть в холодном пролете и пройти первичное дробление 0,400 фракции. Вот посмотрите, вот такой вот маленький, но тяжелый феррохром стоит немалых денег. Сейчас он отправится в цех готовой продукции для вторичного дробления, а после попадет в руки заказчикам. В плавильном цехе номер 2 на данный момент выплавляются три разных сплава. Это высокоуглеродистый, среднеуглеродистый и низкоуглеродистый феррохром. В настоящее время на активистском заводе ферросплавов создается все благоприятные условия для привлечения молодых и перспективных специалистов для совершенствования работы данной отрасли. Как вы видите, в плавильном цехе номер 2 работают около 200 человек. Все они трудятся на благо развития металлургической отрасли в Актубе, и не только в Актубе, и по всему Казахстану. От труда металлурга зависит работа предприятия тяжелой и легкой промышленности и в общем повседневной жизни любого человека. Команда программы «Твое утро» искренне поздравляет всех металлургов нашего города с профессиональным праздником. Материал подготовили Руслан Каздаров и Алтымбек Даутов.